И в развитии человека в деятельности существует четыре стадии, понимаете? Именно в развитии, а не в том, что само собой это произойдет. Вот когда человек хочет всем служить, о всех заботиться, он начинает включаться не в желание заработать, а включаться в желание делать добрые дела, даже в бизнесе. Вот понимаете, когда в бизнесе человек находится или в деятельности какой-то, чему ему хочется? Ему хочется заработать. Понимаете? А что он должен делать? Он должен пересиливать это желание, и он должен включиться в отношения, потому что желание заработать разрушает отношения. Чем больше жадности в бутике у этой тетки, тем меньше отношений. Ей нужны только деньги ваши, и все. И это видно на ее лице, это отталкивает. Но если она начинает включаться в людей, тогда она станет успешной. И это всегда и везде будет, и это целый путь. И этот путь начинается просто-очень просто. Вот допустим, вы говорите, Олег Геннадьевич, я не знаю, чем мне в жизни заниматься. Это знание приходит как раз из вашего развития. Не то, что Олег Геннадьевич посмотрел, он такой ясновидящий, яснослышащий, яснопомнящий, яснознающий. Сейчас его спрошу, и все вопросы решатся. Понимаете, это неправильное мышление. Правильное мышление вот какое. Вы включаетесь правильно в жизнь. Сначала вы начинаете длительное движение, любовь к природе. Вы не просто бегаете или ходите, а желаете всем счастья по дороге. Видите, что вы живете в прекрасном месте. Прекрасная река течет. Знаете, река это благословляющая сила. Веды говорят, что каждая река связана с ангелом каким-то. Ну то есть, а вот река сама, она все реки святые. Понимаете, если вы... И вы можете получить эту энергию святости, если вы любите. Ну, любовь означает уважение как минимум. Вы чувствуете, что река это как личность, понимаете. Вы ее уважаете. Течет река, Волга. То есть, и сразу энергия, это чувствуется Волге, когда эта песня поется, потому что сразу доброта от нее, вот эта сила. И спокойствие, энергия воды, вот реки большой, дает человеку спокойствие, дает такую красоту, нежность, ласковость, доброту. Это естественное качество тех людей, которые живут возле большой реки, а вы живете возле большой реки. И любят еще эту реку. А есть тупые, которые не любят. Они ничего не получают, хоть и имеют. И так я сегодня бегал вдоль Волги. У меня сегодня доброты больше или нет? Чувствуете? Или нет? Волгу чувствуете? Я бегал только раз, я бегаю раз в шесть дней. Вот я отбегал, завтра уже все. 17 километров 2 часа каждый день, если бегать. Это же можно умереть. Я типа теряю 2 килограмма. Вот я пробежал 2 килограмма, завтра пробегу еще 2 килограмма. Что-то через 2 недели все останется. Итак. Наполняйтесь. Когда человек включился в отношения с природой, включился в отношения с людьми, включился в отношения с Богом, то начинаются 4 стадии развития человека в деятельности. Каждая стадия дает новый успех. Первая стадия. Появляется желание что-то делать. Эта стадия называется хобби. Вот человек что-то ему нравится. У него появляется нравится что-то делать. Вот мне нравится что-то делать. Он не знает свою природу. Он нравится что-то рисовать. Сначала чаще всего это просто какие-то творческие вещи. Рисовать, петь, плясать, мастерить, копаться в гараже. Что-то нравится делать. В свободное от работы время. Поднимите руку, кому что-то нравится делать в свободное от работы время. Вот нравится. Вот видите, делаете, нравится. Это называется стадия хобби. значит, вы ее уже прошли. На этой стадии с хобби человек не может зарабатывать, потому что нравится делать, означает, нравится что-то делать для себя. Но это уже определенное бескорыстие, потому что чем больше корысти, тем меньше вообще хочется что-либо делать. Если ты уже растормозился чуть-чуть, хочешь приносить пользу чуть-чуть, значит, тогда хобби появляется. Человек, допустим, рисует картину, вносит на рынок картины продавать, никто не покупает. Почему? Потому что эта картина нравится только ему. Ему, конечно, это надо еще понять в жизни, потому что у нее сострадания никакого нет, он не рисует людей, он себя рисует. Все картины на него похожи. Вот взять картину, допустим, все люди, смотришь, о, понятно, кто автор картины. Все там все, Иисус Христос, пожалуйста, такой же, как я. Все на меня похоже, это значит стадия хобби. Но люди, которые переходят через эту стадию, не обязательно, что они рисуют картины или еще что-то делают. На стадии хобби человек не может быть успешным, потому что он может делать только то, что ему нравится. Приведу пример. Мы взяли в наш медицинский центр одного директора. Он как бы по природе лидер, руководитель, мы увидели, вот природа такая. А понять, как человек будет действовать, это все зависит от его действий. Поэтому только действие открывает человек. Он начал работать, и мы смотрим, он, допустим, ему что надо? Ему надо работать с персоналом, ему надо следить за ними, нужно наказывать, нужно создавать рабочий процесс. А он может только воспитывать людей, только им рассказывать, как им надо делать, что собрание собирать там, им рассказывать, как им надо работать, да? Но составить, допустим, их табель там, инструктаж, как ему надо вот работать, он не может. Понимаете? Потому что он не хочет, потому что он на первой стадии находится. Он может делать только то, что он хочет. И он нам предложил, давайте возьмем двух менеджеров. Один будет вот всех им рассказывать, как правильно жить, вот, и по-доброму с ними себя вести. А второй будет с них требовать, там что-то спрашивать. Мы говорим, у нас денег столько нет, чтобы двух менеджеров на одну должность взять. Ну и взяли его в воле. Почему? Потому что он находится на стадии хобби, понимаете? Он может делать только что, ему нравится, а все остальное, вот, хоть его вытряси, он делать не может. Потому что он неразвитый человек. Но никакой специальности такой нет, чтобы было только то, что тебе нравится. Обязательно будет то, что тебе не нравится.